Новости 24 в эфире телеканала ННТ в студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте! И вот что ожидает вас сегодня в выпуске. 11 миллионов в Левашинском районе и 40 миллионов в Хасавюртинском. Стало известно о новых фактах хищения в Дагестане. 12. Заливает квартиру из-за протекающей крыши. Корень всех проблем жильцов дома по улице Камаева. Некачественный капремонт. Дождь в квартирах доводит людей до отчаяния. Подробности через несколько минут. 13. Новые рабочие места для тех, кто лишен свободы. Заключенные из правительной колонии номер 2 города Махачкала принимают заказы на пошив обуви. Накануне здесь открылся обувный цех. 11 миллионов похищено при строительстве школы в Дагестане. Экс-руководителя компании «Газводстрой» обвиняют в крупном мошенничестве. Он завысил стоимость работ по госконтракту. Подрядчик строил школу в селе Наскент Левашинского района. В течение шести лет генеральный директор компании подделывал отчеты. Подозреваемый не только завысил цены на услуги специалистов, но и включил в бумаги работы, которые вовсе не выполнялись. Таким способом, по данным следствия, он и сумел похитить деньги из бюджета в особо крупном размере. Однако схему раскрыли сотрудники правоохранительных органов. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. 40 миллионов рублей, предназначенных для выплаты детских пособий, было похищено в Хасавюртовском районе. Преступление подозревают специалистов соцзащиты. Как сообщаю, в Следственном комитете России по Дагестану уголовное дело уже направлено в суд. По данным ведомства, женщина в сговоре со своим начальником, а также другими сотрудниками организации, похитили деньги, выделенные на выплаты пособий по уходу за детьми до полутора лет. Следствие установило, что обвиняемые сообщниками включили в базу Минтруда Дагестана ведомости более чем 600 получателей, которых на самом деле не существовало. Всего по делам проходят более 15 человек. Расследование уголовного дела в отношении начальника и главного бухгалтера Хасавюртовского управления соцзащиты еще продолжается. Дыры в потолке и дождь в квартирах. Жители дома по улице Камаева бьют тревогу. Многочисленные ведра, расставленные по дому, уже стали для них деталями интерьера. Ну а ремонт кровли обернулся разочарованием для людей. Владельцы квартир судятся с фондом капремонта, который, по их мнению, и допустил целый ряд фатальных ошибок, которые привели к порче имущества. Подробности в сюжете по Симат Ханаповой. Вот черные обои. Все они попадали. Мы их перевели клемм. Сейчас в этой комнате уже никто не живет. В доме 15 на улице Камаева еще несколько таких квартир. Вздутые стены, прогнутые полы. Жителям приходится спасаться от водного бедствия и одновременно добиваться справедливости. Несколько дней заливало. Здесь все полная вода. У меня есть видео там. Отсюда течет, отсюда просто рекой идет. Ущерб, помимо вот этого материального, помимо, я не считаю даже морального ущерба, сколько я сил, сколько я денег потратил, это просто, не знаю, у меня слов нет уже. Это просто беспредел, реально беспредел. По мнению жильцов, произошло все из-за халатности работников фонда капитального ремонта. Когда специалисты ремонтировали крышу, они не учли, что погодные условия могут испортиться. И не установили необходимый водоотвод. Вскоре все дождевые массы хлынули жильцам на голову и начали стекать квартиры. Они по технологии не соблюдали. Должны были трубочки оставить, чтобы вода стекала. Нет, ни одной трубочки нет по периметру, который поставили. И они проделяли именно над нашими квартирами эти болты установить крепление. Тем временем представители фонда капитального ремонта с обвинениями не согласны. Они настаивают, что ущерб квартирам вода нанесла ранее, еще до начала ремонтных работ на крыше. И, соответственно, ответственность за это несет ТСЖ. Хотя, по словам жильцов, до горя ремонта потеки были незначительными. Представители же фонда считают, что спор должен решить суд. А пока судебное разбирательство не закончится, нет и смысла комментировать ситуацию. Вы не согласны с апелляцией, да? Да, да, да. Наши дискуссии, она не актуальна сейчас. Фонд хочет, чтобы вы жили комфортно, в хорошем доме. Никто не хотел, чтобы ваша квартира была залита, чтобы она превратилась, чтобы ремонт использовался. Никто не хотел. Суд установит, да, там. Да, естественно, установит. Так вот, ваше право там никто не отнимает. Но тем временем некоторые пострадавшие недоумевают. Как же вышло так, что сначала подрядчик признал свою вину, выплатил некоторым жильцам компенсацию. А как очередь дошла до тех, у кого сумма ущерба больше, то начал все отрицать и снимать с себя ответственность. Факт залива, это подтверждается тем, что соседи, другим нашим соседям, они выплатили определенные суммы. 80% получили деньги. Нам, некоторым, которым побольше ущерб, они не уплачивают. Они не хотят из-за того, что сумма большая, не хотят уплачивать. Там 230 тысяч у меня указано, экспертам оценка. В этой ситуации ясно одно. В России жить нельзя. Пока ответственные структуры переваливают друг на друга вину, жителям приходится тратить все материальные и моральные ресурсы и ютиться в съемных квартирах. Но, несмотря на все сложности, делятся пострадавшие, они намерены идти за справедливостью до конца. Ватимат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Просторные мастерские и серьезное оборудование в Махачкале в исправительной колонии номер 2 открыли обувной цех. Это позволит трудоустроить 140 заключенных за две смены. Оценку качества и востребованности продукции дают покупатели. В данном случае это в основном военнослужащие. За год спрос на товар вырос почти в 10 раз. Уникальное производство увидела моя коллега Алина Багилова. Ей слово. Раньше в этом учреждении функционировал цех площадью 100 квадратных метров. Место него сейчас построили новое производство, запустив обувной цех площадью 850 квадратных метров на 70 рабочих мест. Здесь будет трудоустроено 140 человек в две смены. Основной целью уголовно исполненной системы Российской Федерации является привлечение осужденных к обязательному труду. Целью дальнейшей ресоциализации, получения профессий и возвращения в нормальную жизнь. Предприятие будет шить берцы для армии и полиции, сотрудников УФСИН, а также специальную обувь для самих осужденных. Масштабы солидные. Только за одну смену будут выпускать 1200 пар обуви. Мы будем сейчас наращивать эти объемы. Давайте не будем забывать, что в этих учреждениях 80% находятся тех, кто проживает на территории Дагестана. Скоро они выйдут, и они должны быть жизнеподготовлены. То, что на территории находится свое профтехучилище, они готовят тоже по широкому спектру с выдачей дипломов. Это очень важно. Обычное конвейерное производство. Станки-полуавтоматы – четкая специализация. Десятки работников, выполняющих каждый свою операцию. Вот только находится обувной цех за решеткой вместо профессионалов осужденной второй колонии. Вы видите, что осужденные, которые трудоустроены, улыбаются, они открыты, идут на контакт, они получают заработную плату, они чувствуют себя мужчинами, они чувствуют себя востребованными. В том числе, как было ранее сказано, у нас находится профессионально-техническое училище. Девяти профессиям обучаются, в том числе такой, как обувщик, повар, пекарь. То есть они выбирают себе профессию, выбирают ее сознательно и уже смотрят на перспективу. Осужденный Мамад Али говорит, что заработанных денег хватает и на оплату содержания, чтобы отправить родным. Удается обеспечить и себя, и близких. У нас кто больше сделает, только зарабатываем. Кроме того, мы еще кое-что через магазин можем купить. Домой, семьей, проблем не создаем. Помимо обувного цеха, в колонии есть и другие производства, что позволяет расширять возможности учреждения его подопечных. Все, что производится в Дагестане, еще раз, это значит, средства остаются у нас, они поступают на внутренний оборот, они создают дополнительные рабочие места. Лучшей практикой для социальной адаптации людей, отбывающих наказание, во всем мире признается трудотерапия. Она позволяет тем, кто лишен свободы, осваивать новые навыки, которые помогут трудоустроиться после освобождения. Алина Багилова, Муса Салгиреев, телеканал ННТ Шамхал. Дагестан. В Дагестане отмечается, что в Буйнакском и Шамильском районах, а также в Кизелюрте, все пункты программы на этот год уже реализованы на 100%. В Дербенте прошла презентация книги «Улицы Древнего Дербента». В книге даны сведения обо всех улицах и жилых кварталах города, данные о тех, чьими именами они названы. Здесь же представлена историческая справка о старой части Дербента. Кроме того, прослеживается изменение названий улиц и переулков. Книга рассчитана на широкий круг читателей, в том числе гостей и туристов. Автором и составителем издания выступила Диана Алиева, директор Центральной библиотечной системы города Дербента. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин